27-й окружной фольклорный фестиваль «Эргав» стартовал в Анадрии. Накануне на сцене Дома народного творчества состоялась торжественная церемония открытия, на которой коллективы пяти национальных ансамблей участников фестиваля представили свои визитные карточки. О старте и ходе фестиваля рассказывает Антон Кучин. Пять национальных ансамблей стали участниками 27-го по счету окружного фольклорного фестиваля «Эргав». Это коллективы «Солнышко» из села Новая Чаплина, ОЛН, представляющий Чукотский район, ансамбль «Имля» из села Уэлькаль, Илерни из села Кончалан и заслуженный коллектив народного творчества фольклорный эскиморский ансамбль «Атасикун» из Анадрия. На торжественной церемонии открытия фестиваля каждый из участников смотром представил свой коллектив творческой визитной карточкой, исполнив для гостей лучшие номера. Особо яркие эмоции у зрителей вызвало выступление ансамбля ОЛН, который последний раз участвовал в «Быргаве» 20 лет назад. Очень рада была видеть наш известный ансамбль «ОЛН». Его так давно не было видно. И они приехали таким большим составом. Это так здорово на самом деле. Потому что это очень именитый ансамбль, очень известный ансамбль. И они много лет не могли доехать до сюда. И теперь мы насладимся их программой. Очень была рада их увидеть. В течение недели участники фестиваля проведут мастер-классы, конкурсы исполнительского мастерства, посоревнуются в знании языка и культуры народов Севера, в номинациях «Скорговорка», «Обряд», «Лучший сказитель», а посетители вне конкурсных мероприятий «Эргава», например, смогут освоить движение эскимосских танцев или принять участие в тематических лекциях. В рамках «Эргава» в «Анадреем» откроется выставка декоративно-прикладного искусства. В частности, своё мастерство в касторезном ремесле и не только представит участник ансамбля «Уэлен» Станислав Нутовентин. Я буду участвовать в резьбе по кости, уставляться буду. И мастер-класс буду завтра отдавать в детской школе искусств. В разных этих мероприятиях везде разное время даётся. Ну, обычно где-то укладываемся 10-11 номеров вот так вот получается у нас по времени. Есть с Аляски танцы, которые мы дарили, которые обменивались. Допустим, когда мы ездили на Аляску, там менялись, нам дарили танцы, и мы потом используем их в нашем репертуаре. В четверг, 12 октября, в 19 часов на сцене Дома народного творчества состоится главный конкурс творческих коллективов. Также в каждом конкурсе фестивалям по трём направлениям заявлены участники от ансамблей. Победители в своих номинациях будут отмечены денежными грантами. По итогам всех творческих состязаний жюри определит лучший фольклорный коллектив, который объявит на церемонии награждения 13 октября. Почётным членом жюри в этом году стала знаток науканской культуры, член инуидского приполярного совета Чукотки Елизавета Добреева. Каждый ансамбль интересен по-своему. Например, эскимосы, они давно уже, очень давно танцуют и поют. Чукотские коллективы, они сравнительно молодые. В том плане, что в 50-х годах они были созданы, чукотские ансамбли, как бы в приказном порядке, так как коллективных танцев чуть ли не было. Но с каждым годом растёт мастерство. И сейчас, вот я посмотрела, все ансамбли по-своему очень интересны. Также впервые в истории фестиваля будет организовано и зрительское голосование за лучший фольклорный коллектив. И вечером, 14 числа, состоится большой гала-концерт. Призовой фонд фестиваля в этом году составляет 400 тысяч рублей, которые распределят среди лучших коллективов и исполнителей. Антон Кучин, Александр Кузьминов, Вести Чукотка. Успехов!